Вы, скорее всего, уже видели чат GPT, нейросеть, с которой можно общаться почти как с настоящим человеком. А еще она может писать тексты, вести себя как определенный персонаж или даже написать сценарий для видео. И нет, для этого видео нейросеть сценарий не писала, тут будет и так слишком много нейросетей. Но чат GPT это лишь верхушка айсберга, и сегодня я расскажу о более крутых функциях GPT, о которых мало кто говорит. Свои эксперименты я начал с того, что решил сделать игру, где каждый персонаж будет управляться этой нейросетью. И оказалось, что она очень плохо ориентируется в пространстве. И сейчас, кстати, я уже представляю, как можно ей с этим помочь, но тогда я решил просто начать с чего-то более простого. То есть для начала я хочу создать игру, где персонажам никак не нужно будет передвигаться в пространстве. И для этого, наверное, идеально подойдет мафия. Во-первых, игрокам не нужно никуда ходить и вообще как-либо ориентироваться в пространстве. Им нужно всего лишь общаться. То, что у этой нейросети как раз получается очень хорошо. А в-третьих, им нужно обманывать друг друга. И интересно посмотреть, получится ли у игроков, которые управляются нейросетью, обмануть других таких же игроков. И чтобы сделать игру, где персонажи управляются нейросетями, нужно эту нейросеть как-то вызывать из кода. Вызывать GPT можно из любого языка, но удобнее это делать из Пайтона или Джаваскрипта. Я буду использовать второй. А код для того, чтобы обратиться к нейросети, выглядит так. Этот код настолько простой, что можно было попросить нейросеть написать его. Тут мы сначала подключаемся к нейросети, потом создаем сообщение, которое хотим ей отправить и получаем ответ. Ну и выводим ответ в консоль. Тут, например, чтобы протестировать ее работу, я попросил написать сценарий для видео. Запускаю программу и в ответ она выдает мне вот этот текст. Да, он довольно короткий и не подойдет для реального видео, но все зависит от того, какой запрос мы для нее сделаем. Я отправил ей вот это вот сообщение, или как его еще называют, промт. И чтобы получать ответы получше, нужно хорошо подбирать эти промты. И при правильно подобранном промте она вполне может написать хороший сценарий. Давайте еще немного отвлечемся на то, как работает эта самая GPT. По сути, это нейросеть, которой мы на вход подаем текст, а на выходе она дает нам продолжение этого текста. То есть это просто очень хорошая система автодополнения текста. И более ранние модели GPT так и работали. Например, обычная GPT-3 просто продолжала текст. Но потом ее дообучили, и получили уже GPT-3.5, который отвечает в формате диалога. Но на самом деле там все немного сложнее. Там есть несколько моделей, которые используют GPT-3, и несколько, которые используют GPT-3.5. Какие-то из них отвечают в формате диалога, а какие-то в формате продолжения текста. Хотя второе считается уже устаревшим. И когда мы обращаемся к GPT, мы обращаемся к одной из этих дообученных моделей. И еще важно знать, что у GPT нет памяти. Она ничего не запоминает. Она просто как конвейер принимает данные на вход и выдает ответ на выходе. И кто-то может спросить, вот я общаюсь с чат GPT, и она помнит мои предыдущие сообщения. Как она это делает, если у нее нет памяти? И для этого обычно используется следующий алгоритм. Сохраняем наш промпт, который мы хотим отправить в GPT. Потом отправляем его в GPT и получаем ответ на него. И когда пишем новое сообщение, то сначала берем предыдущее сообщение, ответ на него и новое сообщение. И все это вместе отправляем в GPT, чтобы получить уже новый ответ. То есть каждый раз, когда она получает новое сообщение, она отвечает не только на это сообщение, а как бы на всю нашу переписку. И таким образом она ее как бы помнит. То есть она каждый раз получает всю историю переписки, чтобы написать новое сообщение. Кстати, эту нейросеть я сейчас вызываю из Node.js. А на Node.js можно написать сервер для сайта или для игры. То есть в любой программе сейчас уже можно полноценно использовать чат GPT. А если вы хотите запустить свой проект с простой и гибкой IT-инфраструктурой, где можно легко использовать микросервисы, машинное обучение и другие современные технологии, это можно сделать в облаке собственной разработки Selectel. Облачные серверы подойдут для решения самых разных задач. От размещения интернет-магазинов до создания собственных VPN. А облачный сервер с GPU пригодится для рендеринга и обучения нейросетей. И хоть это и реклама, но я сам использовал облачный сервер Selectel для своих проектов. В одном из своих видео я показывал, как использовал сервер Selectel для рендеринга 4-мерных фигур. Облако Selectel включает в себя облачные серверы Managed, Kubernetes, безлимитное облачное хранилище и облачные базы данных. Начав с минимальной конфигурации сервера от 10 рублей в день, при необходимости можно за пару кликов добавить ресурсов. Это сильно экономит время и позволяет сервису быстро адаптироваться под растущую нагрузку. Чтобы пользоваться облаком Selectel, достаточно зарегистрироваться в панели myselectel.ru и начать работу. Вы можете создать облачный сервер и развернуть базу данных в облаке за несколько кликов. В общем, регистрируйтесь в панели myselectel.ru по ссылке в описании или по QR-коду и размещайте проекты в гибком облаке Selectel. Но давайте перейдем к самой игре. И начать я хотел с имен персонажей, которые будут играть в мафию. Их нужно придумать. Ну, то есть, как придумать? За меня их, конечно же, придумает чат GPT. И у меня получился такой список имен. Александр, Ариана, Кай, Эмилия и Леон. Я сначала думал в каждой игре генерировать новых персонажей. Ну, вроде эти имена довольно хорошие, поэтому можно их оставить и на все игры. К тому же им даже подойдут аватарки. Например, Леон, это будет Леон из Бравл Старс. Эмилия из Red Zero. Кай пусть будет такой, не совсем точно так же звучит, но сойдет. Ариана будет Ариана Дамблдор из Гарри Поттера. Ну и Александр пусть будет Македонский. Затем я начал писать код. В коде я создал наших нейросетевых игроков. Каждому отправил промпт с правилами игры и его ролью. Если коротко, то в начале игры всем игрокам раздаются роли. Цель мирных найти мафию, а цель мафии убить всех мирных. При этом еще есть шериф, который играет за мирных. И у него есть способность раз в ход проверять, какого-то игрока является ли он мафией. Правила слегка упрощенные. Например, в обычной мафии игроков сначала выставляют на голосование, а потом голосуют за них. А я сделал сразу голосование, потому что так меньше этапов, проще программировать. Ну и нейросетям тоже проще, потому что им нужно меньше запоминать, а они пока еще не слишком умные. Давайте возьмем первого игрока и отправим ему следующий промпт. Тебя зовут Александр. Ты игрок в мафию. Тебе досталась карточка мирного жителя. Твоя цель победа мирных. Расскажи, кто ты, кого ты подозреваешь, кого хочешь проверить и так далее. На что он отвечает, что он Александр. Он игрок в мафию и... Он хочет проверить какого-то Ивана. А кто такой Иван? А, да, точно. Я не указал нейросети, с кем она вообще играет. Поэтому отправлю большой промпт с правилами игры. Затем напишу, кто участвует в игре. И уже потом напишу, кем является игрок и от чьего лица ему нужно отвечать. И дальше должна начаться сама игра. При этом каждому игроку доступна только своя информация. Допустим, если мафия сказала, кого она хочет убить, другой игрок об этом не знает. То, что я сейчас показываю, это примерный шаблон игры, без ответов нейросетей. То есть ведущий у нас как бы заскриптован, он постоянно говорит одно и то же, а вот игроки говорят постоянно разные. Игроки не знают, какая у кого роль, а вот чтобы мы знали, какая у них роль, я поместил мафию в красную рамочку, а шерифа в оранжевую. Для начала я запрограммировал первый день игры, где игроки рассказывают о себе. Давайте посмотрим, как он пройдет. Наступает первый день. Расскажите о себе. Кто вы, кого кто подозревает, кто кого хочет проверить и так далее. И давайте посмотрим, что игроки на это ответят. Привет всем, меня зовут Александр. Я работаю в банке и люблю играть в настольные игры. Пока что у меня нет подозрений на кого-либо, но я бы хотел проверить Кая. Мне кажется, что у него может быть что-то нечестное в его поведении. Привет, я Ариана. Я работаю в крупной компании и в свободное время люблю заниматься спортом. Пока никого не подозреваю, так как только начали игру. Я бы хотела, чтобы шериф проверил Кая. Мне он кажется подозрительным. Привет всем, меня зовут Эмилия. Я работаю в рекламном агентстве и люблю путешествовать. Также я обожаю спорт, особенно бег и плавание. Я надеюсь, что мы вместе сможем победить мафию в этой игре и доказать, что мирные жители сильнее. И что интересно, Александр стал сразу же обвинять Кая. Потом я еще много раз перезапускал этот первый день и каждый раз кто-нибудь подозревает Кая. То есть почему-то так получилось, что нейросети просто его не взлюбили. И каждый раз они его обвиняют. Как будто по какой-то непонятной причине каждый раз им его имя кажется подозрительным. Давайте посмотрим на еще одну игру. Сначала все начинается нормально. Игроки представляются, рассказывают о себе, пока роль не доходит до последнего игрока, Леона. Он опять почему-то подозревает Кая, ну как и всегда. При этом фраза Кая, которую он посчитал подозрительной. Хотя интересно, что в этот раз он действительно был мафией. Получается, что у нейросети даже имя персонажа в промпте может повлиять на итоговый ответ. Но нужно было с этим что-то делать. И я решил просто убрать из промпта, который дается им в первый день, что нужно подозревать других игроков. То есть в первый день они теперь должны просто рассказывать о себе и не говорить, кого они подозревают. Ну то есть теоретически они могут это сказать, но это не указано напрямую в промпте. А еще вы могли заметить, что нейросеть делает опечатки. И это может быть даже логично. Ее ведь обучали на текстах, которые писали люди, и они делали опечатки, и теперь она тоже делает опечатки. Ну или иногда может она и сама просто ошибается. Например, вот такая фраза. Тут я попросил нейросеть сыграть за мафию и выкинуть кого-то ночью. А она отказалась. Да, такое тоже бывает, до этого мы потом еще дойдем. Но сейчас давайте посмотрим на ее опечатки. Сразу же бросается в глаза, что тут написано «в следующей ночью». Видимо, она решила объединить фразы «в следующую ночь» и «в следующей ночью». И что можно сделать? Можно обратиться к этой же самой нейросети и попросить ее переписать этот текст без ошибок. И во-первых, она убрала лишнюю «в». Во-вторых, она добавила запятую, отсутствие которой я даже не заметил. И в-третьих, она поменяла «я оставлю свой голос в тайне» на «я сохраню свой голос в тайне». Что, наверное, действительно лучше звучит. Тут я для демонстрации использовал чат GPT, но из кода мы можем делать то же самое. То есть после каждого запроса делаем еще один запрос на исправление, но только тогда количество запросов удвоится. Это займет в два раза больше времени, цена тоже удвоится, в целом, я думаю, это того не стоит. Но если нам нужно меньше ошибок, то теоретически после каждого запроса мы можем создавать еще один запрос на исправление. Но грамматические ошибки — это еще не самое худшее, что может случиться, потому что иногда нейросеть, например, вообще отступает от плана. Давайте, например, посмотрим на еще одну игру. В нее я как раз добавил ночь, где мафия должна кого-то убить, а шериф должен кого-то проверить. И на следующий день игроки обсуждают игру. Эта новая игра опять начиналась, как обычно. Игроки рассказывали о себе, пока мы опять не дошли до Леона. В первый день он решил внезапно рассказать о том, что он шериф. Хотя я в промпте специально писал об этом не говорить. «Привет, я Леон. Я работаю в местной полиции, и сегодня я очень рад ролю шерифа. Я люблю заниматься спортом, особенно боксом. Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы мафия была побеждена, и мирные жители защищены». Затем начинается ночь, и ведущий передает слово «мафия». «Я хочу убить Эмилию». А теперь шериф выбирает, кого он проверяет. «Я хочу проверить Кая». Но Кай оказался мирным жителем, и наступает новый день. «Я не могу сказать, кто может быть мафией, но мне очень жаль, что Эмилия была убита. Надеюсь, мы вместе сможем найти убийцу и наказать его за это преступление». «Мне кажется, что убийство Эмилии могло быть спланировано мафией. Нам надо рассмотреть всех игроков, чтобы понять, кто же может быть за этим стоять». «Ваша очередь, Кай». «Я не могу сказать наверняка, кто мафия, но я подозреваю Леона». «Ваша очередь, Леон». «Я точно не мафия. Я проверил одного из игроков прошлой ночью и узнал, что он мирный житель. Я не могу называть его имя, но я уверен, что мы можем доверять ему». «Да, вспоминаем, что это нейросеть для продолжения текста». «Вот она и продолжает текст». «Она отвечает за других игроков и вообще продолжает игру дальше». «Она даже ответила за шерифа и сказала, что он кого-то мирного проверил». «И я сначала подумал, что у меня в программе есть какой-то баг». «И сообщения, которые должны быть видны только определенным игрокам, как, например, проверка шерифом, внезапно стали видны и другим игрокам». «И я полчаса искал этот баг». «Но потом увидел, что шериф вообще-то перед этим признался, что он шериф». «А то, что он проверил кого-то мирного, она просто угадала. Тем более шанс на это больше половины». «Начинается голосование. Каждый игрок голосует за того, кого он подозревает в том, что это мафия. Голосование окончено. Становится ясно, что большинство голосовали за Леона. Леон покидает игру. Он был мирным жителем. Наступает ночь. Город засыпает. Просыпается мафия. Мафия выбирает, кого убить. Мафия сделала выбор. Маф». То есть она в свой ход как бы передала слово другим игрокам, ответила за них, продолжила игру и даже выкинула другого игрока. Но вот только ведущий работает по своему алгоритму, и поэтому он все равно передает слово следующему игроку, которого она типа уже выкинула. И вот что он отвечает. «Я уже покинул игру, так что не могу сказать ничего нового. Желаю всем удачи в поисках мафии и победы мирных жителей». Кстати, маф в конце фразы получилось из-за того, что я поставил определенное ограниченное количество токенов на ответ, чтобы он не был слишком длинным. Поэтому фраза оборвалась на полусловие. Когда нейросеть начинает отвечать совсем не так, как задумывалось в игре, это большая проблема. И я подумал, а что можно сделать, чтобы нейросеть не отвечала за других игроков? Наверное, самой простой и очевидной идеей тут было бы просто добавить ей в промпт фразу «Ты такой-то игрок, отвечай только от лица этого игрока». И я это добавил. Но потом. Сначала я до этого не додумался и пошел более сложным путем. Я заметил, что когда она внутри своей фразы пытается изображать разных игроков, то все их ответы она начинает с новой строки. И у GPT есть параметр, который позволяет повысить или понизить вероятность какого-то определенного токена. И давайте тут как раз и расскажу про то, что вообще такое токены. По сути, это что-то вроде символов, которыми общается GPT. Но в отличие от обычных символов, они более эффективно кодируют для нее информацию. Один токен — это обычно несколько символов. Часто говорят, что это где-то три четверти слова. Но эти сравнения обычно относятся только к английскому языку. В русском и слова длиннее, и токены обычно кодируются чуть-чуть по-другому. Все-таки английские слова она встречает чаще, поэтому ей нужно кодировать их более эффективно. Но в целом, чаще всего, все равно один токен — это несколько букв. Но не всегда. Например, один эмодзи может состоять аж из нескольких токенов. Давайте посмотрим на пример. Тут использованы довольно распространенные слова, поэтому почти каждое слово кодируется одним целым токеном. Например, слово Ingredients, несмотря на то, что оно довольно длинное, это один токен. При этом можно заметить, что многие токены включают в себя не только слова, но и пробел перед словом. Чем чаще встречается токен, тем меньше его номер. Например, точка встречается довольно часто, поэтому у нее номер 13. А вот то самое Ingredients встречается не так часто, поэтому у него номер 41222. Если попробовать разбить на токены русский текст, то, по-моему, токенайзер немножко глючит и разбивает его в два раза больше, чем нужно. Во всяком случае, я экспериментировал и генерировал текст, допустим, длиной 32 токена, а мне токенайзер показывал, что здесь 64 токена. Так что я не знаю, это баг или фича. Я посмотрел, какой токен у переноса строки, это вот этот вот 198-й, и уменьшил вероятность его появления в тексте. Уменьшил не на 100%, чтобы иногда они все-таки могли писать новые строки, но все равно они будут гораздо реже это делать. Ну, то есть это уменьшило вероятность того, что нейросеть будет отвечать за других игроков примерно раз в 10. Но все еще иногда она это делает. И уже потом я вспомнил про тот более простой способ. То есть просто добавить в промпт фразу «ты такой-то игрок», отвечать только от лица этого игрока. И вот уже комбинация двух этих подходов решила проблему полностью. Но помимо этой проблемы, конечно же, есть еще и другие. Давайте посмотрим на еще одну игру. Привет, меня зовут Леон. Я работаю в сфере финансов и люблю играть в настольные игры. Я очень заинтригован этой игрой и готов использовать свой интеллект и тактические навыки, чтобы помочь мафии победить мирных жителей. Да, в прошлой игре Леон сразу же рассказал о том, что он шериф, а в этот раз он решил в первый же ход рассказать о том, что он мафия. Но зато ночью ему везет, и он убивает шерифа. А шериф, конечно же, проверяет его и узнает, что он мафия. Но только он не сможет уже никому об этом рассказать. Начинается новый день. Я очень огорчен тем, что Ариана убита мафией. Я хочу выразить свое мнение, что мафией, скорее всего, является Леон. Так как он упомянул, что готов использовать свой интеллект и тактические навыки для победы мафии. А также потому, что он очень тих и неявен во время обсуждения. Я бы предложил всем голосовать против Леона на этом голосовании. Я хочу сказать, что я не мафия, и я готов доказать это. Я могу быть стихим и не слишком явным во время обсуждения, но это не значит, что я мафия. Я готов пройти проверку шерифа, чтобы доказать, что я мирный житель. Я не согласен с тем, что меня обвинили в том, что я мафия. И я рекомендую всем пройти проверку шерифа, чтобы мы могли узнать правду. Да, я тут показываю не все их фразы, а только самые важные, а то иначе это растянется на очень много времени. В этой игре я еще добавил голосование. Теперь после обсуждения игроки голосуют за того, кого выкинуть. И все игроки, конечно же, проголосовали в Леона. Кроме самого Леона. Вот что он сказал. Я не могу проголосовать, так как я являюсь мафией. На самом деле, исправить проблему с тем, что мафия раскрывает свою роль, не так уж и сложно. Я уже делал то же самое с шерифом. То есть, просто каждому промпту мафии, на всякий случай, нужно еще добавить фразу, что не нужно раскрывать свою роль. Но тут есть еще и другая проблема, более сложная. В конце Леон отказался за кого-то голосовать. А программа у меня написана так, что за кого-то каждый игрок должен проголосовать. Иначе просто случится ошибка, null pointer exception, потому что ищется игрок, а его нет. Можно в таком случае просто перегенерировать ответ, пока он не проголосует. Но на самом деле, эта проблема намного шире. И просто перегенерацией ответа ее не исправить. Давайте приведу еще несколько примеров ответов. Ариана, я выбираю Леона. Великий мафиози Леон хочет, чтобы житель Кай отправился на тот свет. Извините, я не хочу раскрывать свои намерения. Я оставлю свой голос в тайне и сделаю свой выбор, кого убить в следующую ночь. В первом случае, во время голосования, Ариана как бы цитирует саму себя. А программа у меня устроена довольно просто. Она смотрит, какое имя встречается в тексте и засчитывает голос в пользу этого игрока. То есть она смотрит на этот ответ и натыкается на первое попавшееся имя, Ариана. И голос засчитывается за нее. Получается, что она голосует сама в себя. Или второй пример. Тут опять же, имя Леон встречается первым. Поэтому мафия убивает саму себя и проигрывает. Ну и в третьем случае, игрок просто вообще не называет ничье имя. Получается, что мне нужно найти более продвинутый способ. Как-то определить, за кого все-таки проголосовал игрок. И это можно сделать, например, с помощью нейросетей. Да, в видео про нейросети я нашел еще одно применение нейросетям. Этой нейросети я отправляю следующий промпт. Напишите имя игрока, который был выбран. И дальше перечисляю примеры. Например, если ей пишут, я выбираю Александра, она должна ответить Александр. Если ей пишут, я голосую за Кая, то она должна ответить Кай. Или если ей напишут, Александр говорит, что хочет проголосовать за Кая, но я с ним не согласен, я считаю, что мафия Леон, то ответом будет Леон. Ну а если игрок не выбран, то он не выбран. Тогда ответ полностью генерируется заново. Интересно то, что предложения могут быть очень разными по сложности, но с определением имени она у меня еще никогда не ошибалась. А еще у вас может возникнуть вопрос, вот разные игроки управляются нейросетями. Это разные нейросети или это все одна и та же нейросеть? С одной стороны, нейросеть тут только одна, но каждый раз, когда она должна ответить за определенного игрока, ей дается только та история переписки, которая доступна этому игроку. Саму нейросеть можно представить как некоторый процессор, который только обрабатывает информацию, а вот история переписки это ее память. И допустим, сначала мы даем нейросети историю переписки Александра, и она отвечает как Александр. Потом даем историю Арианы, она отвечает как Ариана. Даем Кая, она отвечает как Кай. А потом делаем ее нейросетью, которая должна исправлять ошибки в тексте. А потом она принимает на себя роль функции получения имени из текста. И получается, что нейросеть у нас одна, но каждый раз у нее разная роль и разные входные данные. А еще, как вы, наверное, заметили, в этом видео я использую вот такую вот анимацию появления текста. Я решил так сделать, потому что это похоже на то, как отвечает чат GPT. И сначала я уже собирался проставлять время появления каждого слова вручную. Но у нас ведь есть нейросети. И у OpenAI, помимо самой GPT, есть еще, например, нейросеть Whisper, которая распознает голос. И все эти сообщения я сделал с помощью нее. На самом деле, с помощью нее и подобных нейросетей для распознавания голоса можно еще очень много всего сделать. Но в это одно видео все не поместится. И заметьте, как хорошо написаны эти субтитры, я их даже не редактировал. А еще я заметил, что если у нас 5 игроков, и мирные на первом голосовании ошибаются и выкидывают мирного, то они всегда проигрывают. Но вот если добавить шестого игрока, то у них будет еще один шанс. И, соответственно, я попросил чат GPT сгенерировать шестое имя персонажа. Но имена получались не такими эпичными, поэтому я сделал много попыток, и с какой-то из них получилось имя Леви. Добавляю в свою программу шестого игрока и запускаю игру. Сначала все как обычно. Игроки рассказывают о себе, в том числе и новый шестой игрок. Привет, я Леви. Я работаю в сфере маркетинга, люблю спорт и путешествия. Как все здесь, я тоже очень хочу победить мафию и сохранить мир в нашем городе. И сначала программа работает нормально, но потом она внезапно падает. Потому что при шести игроках переписка становится больше, и нейросеть уже не может обработать такой большой запрос. И у той модели, которую я использую, максимальное количество токенов это 4096. Больше обработать нельзя просто из-за того, как устроена архитектура самой этой нейронной сети. И есть несколько вариантов решения этой проблемы. Первый, это мы можем просто отбросить старые сообщения. То есть можно представить, что игрок просто забывает, что было несколько минут назад. Второй, это сокращать старые сообщения. В таком случае игрок будет помнить, что было достаточно давно, но его память будет со временем ухудшаться. И третий, самый продвинутый способ, это хранить всю информацию, которую должна помнить нейросеть. И потом по ее запросу доставать эту информацию. В таком случае можно представить, что игрок все помнит, но ему нужно это вспомнить. То есть ему нужно как бы обратиться к своей памяти. Обычно такое хранение информации делается с помощью имбеддингов. Имбеддинг в данном случае это числовое представление смысла слова или целой фразы. Вообще имбеддинги это огромная тема, с помощью нее можно делать очень много крутых штук. И наверное я ее тоже оставлю на какое-нибудь будущее видео. Но если кратко и упрощенно, то представьте, что существует некоторая фраза. И она где-то находится в пространстве. А другая фраза находится в другом месте в пространстве. И это место зависит от смысла фразы. И чем ближе фразы по смыслу, тем ближе они расположены друг к другу в этом пространстве. Таким образом мы по запросу можем искать определенную фразу. И для начала я решил остановиться на втором варианте, где мы просто сокращаем фразы. И каждый раз, когда в игре начинается новый день, все фразы предыдущего дня сокращаются. Сокращаются они с помощью все той же GPT. Я просто пишу сократи следующий текст. И дальше идет текст, который нужно сократить. Например, возьмем сообщение. А я вот заметил, что мы все фокусируемся на Эмилии и проходим мимо Леона. Мне кажется, что это может быть тактикой мафии. Отвлекать внимание от настоящей мафиози. Может быть стоит рассмотреть этот вариант и проверить Леона шерифом? Попроси мне рассеять сократить его и получится. Мы фокусируемся на Эмилии, а Леона не замечаем. Это может быть тактикой мафии, чтобы отвлечь внимание. Проверим Леона шерифом? А если в игре пройдет еще один день, то она сократит это сообщение еще больше. Фокус на Эмилии, а Леона не замечаем. Мафия тактически отвлекает. Шериф проверит Леона? А еще, наверное, кто-то из вас задается вопросом, кто озвучивает наших нейроперсонажей. А кто-то, возможно, даже узнал эти голоса. Озвучить мне их помогли научпоп-блогеры. Александра озвучил Дагон, Ариану Землякова, Кая ДС Астра, Эмилию Филолог в Сея Руси, Леона Макар Светлый и Леви Химия Просто. На всех, конечно же, есть ссылки в описании. А еще пару лет назад в одном из своих видео я упомянул игру, которую я однажды делал. Она была про стрелочки, которые выполняют роль разных логических элементов. И из них можно с нуля собрать калькулятор, процессор и многие другие механизмы или вычислительные устройства. В общем, что-то вроде Редстоуна из Майнкрафта, только в 2D и более удобное. И с того времени под каждым моим видео появляется вопрос, где стрелочки? А если вы подписаны на мой Телеграм-канал, то, скорее всего, знаете, что я скоро уже выпускаю эту игру. Вот, кстати, ссылка в QR-коде и в описании она, если что, тоже есть. Игру я решил сделать полностью бесплатной, и чтобы поддержать все это, можете подписаться на меня на Бусти. Там, правда, пока ничего нет, но однажды, наверное, будет. Или можете написать в комментах, что хотите увидеть на Бусти. Но давайте вернемся к игре, потому что я заметил, что в ней все еще не все работает идеально. А именно, шериф после проверки часто забывает, кого он проверил. Или шериф проверяет мафию и всем забывает об этом сказать. Вот пример игры, где шерифом был Кай. Он проверил Эмилию, которая была мирным жителем. Но почему-то после этого он все еще продолжил ее подозревать. Я недавно стал шерифом и решил проверить игрока Эмилия. И мне также пришли мысли, что она может быть мафией. Однако, я бы не хотел делать поспешные выводы, и нам нужно внимательно проследить за всеми игроками и их действиями в игре. Возможно, нам не следует разбрасываться подозрениями так легко. Я не согласна с выводами Кая о том, что я могу быть мафией. Это несправедливо. Мне кажется, что Кай может защищать мафиози и представлять угрозу нашей команде. Я буду голосовать за Кая, чтобы он был вынужден покинуть игру. Поэтому в коде я просто добавил дополнительную проверку о том, что игрок был проверен шерифом. И каждый раз, когда наступает ход шерифа, ему в промте дополнительно напоминается об игроках, которых он проверил. И тогда он уже о них не забывает. И вот теперь уже, после вот этого огромного количества напоминаний и указаний нейросети, что нужно делать, мы наконец-то можем посмотреть на нормальную игру. Привет, я Александр. Я никогда не играл в мафию, поэтому не уверен, как лучше играть в эту игру. В жизни я работаю в продажах и очень люблю бегать по утрам. Надеюсь, что мы сможем найти мафию и победить. Привет, я Ариана. Я студентка, и мне всегда интересно выявлять нечестность в играх. Я надеюсь, что мы сможем работать в команде и найти мафию, чтобы победить. Привет, я Кай. Я тоже никогда раньше не играл в мафию, но очень заинтересован в этой игре. В жизни работаю программистом и люблю читать научную фантастику. Надеюсь, мы сможем эффективно сотрудничать и найти мафию. Привет, я Эмилия. В жизни я занимаюсь фотографией, люблю путешествовать и познавать новое. Я надеюсь, что мы сможем работать в команде и выиграть эту игру. Привет, я Леон. Я работаю спортивным тренером и очень люблю заниматься спортом. Я также люблю игры, особенно те, где нужно выявлять лжецов. Я надеюсь, что мы сможем работать в команде, чтобы выиграть эту игру. Привет всем, я Леви. Я очень люблю игры, особенно те, в которых нужно выявлять лжецов. В жизни я работаю программистом и люблю заниматься спортом. Я надеюсь, что мы сможем работать в команде и найти мафию, чтобы выиграть эту игру. Вы, наверное, заметили, что нейросеть много повторяется. Например, один игрок сказал, что он впервые играет в мафию, и другие тоже повторяют, что они впервые играют в мафию. Кто-то еще сказал, что надо работать в команде, и другие тоже говорят, что надо работать в команде. Кто-то говорит, что любит игры, где нужно выявлять лжецов, и другие тоже повторили. Кто-то сказал, нам нужно выиграть эту игру, и другие тоже так сказали. И на самом деле это не то, чтобы какая-то большая проблема, потому что люди тоже так делают. Да, может быть, в этой игре они повторялись чуть больше, чем обычно. Но зато в отличии от людей, у GPT можно это настраивать. У неё есть параметры, которые отвечают за то, насколько она должна переиспользовать токены, которые уже встречались в промте. Или наоборот, насколько она должна использовать только новые токены. Но давайте продолжим игру. Начинается ночь. Город засыпает. Просыпается мафия. Мафия выбирает, кого убить. Я выбираю убить Ариану. Мафия сделала выбор. Мафия засыпает. Просыпается шериф. Шериф выбирает, кого он хочет проверить. Я хочу проверить Александра. Вы проверили игрока Александр, его роль мирный житель. Шериф сделал выбор, шериф засыпает. Наступает новый день. Город просыпается. Кроме игрока Ариана, который был убит мафией. Все мы ошарашены случившимся. Мы потеряли одного из наших, и нужно понять, кто за этим стоит. Я хочу спросить у всех игроков, есть ли у кого-то какие-то подозрения. Возможно, кто-то из нас заметил что-то необычное, что может нам помочь в этой ситуации. Действительно, это очень грустная новость, и мы должны найти мафию, чтобы остановить их. Я также хочу отметить, что у меня есть некоторые подозрения по поводу одного из игроков. Да, это действительно очень печально, что мы потеряли нашего товарища. Я тоже думаю, что мы должны работать вместе, чтобы найти мафию. Я бы хотела спросить, есть ли у кого-то какие-то конкретные подозрения. Кто-то мог заметить что-то необычное, что поможет нам раскрыть лжеца. Я также сожалею о потере нашей команды. Я бы хотел предложить обратить внимание на игрока Леви. У него были некоторые подозрительные действия в прошлом кругу обсуждения. Я не могу точно сказать, что он мафия, но я думаю, что стоит обратить на него внимание. Я думаю, что потеря Арианы очень грустная новость для нас всех. Но мы должны не унывать, а работать вместе, чтобы найти мафию. Я считаю, что мы должны обратить внимание на игрока Кая, у которого, как он сам сказал, есть подозрения по поводу одного из игроков. Пожалуй, стоит обсудить с ним его подозрения более детально. Обсуждение закончилось. Начинается голосование. Все игроки обязаны назвать имя игрока. Игрок, набравший большинство голосов, выбывает. Я хочу проголосовать за игрока Леви. Все голосуют за Леви, кроме самого Леви. Я хочу проголосовать за игрока Александр. Голосование закончилось. Игрок Леви выбывает из игры. Просыпается мафия. Я хочу убить игрока Александра. Просыпается шериф. Я хочу проверить игрока Эмилия. Вы проверили игрока Эмилия и узнали, что его роль мафия. Наступает новый день. Это ужасно, что мы потеряли еще одного игрока. Но я хочу сообщить о том, что я проверил игрока Эмилию, и ее роль оказалась мафией. Я думаю, что сейчас все свидетели прошлого обсуждения поймут, что Леви был невиновен. Это может помочь нам более эффективно работать в команде и найти оставшегося мафиози. Это неправда. Я не мафия. Я думаю, что Кай врет и хочет нас запутать. Может быть, он сам мафия и хочет отвлечь на себя внимание. Я не знаю, почему он обвиняет меня, но я точно не мафия. Я думаю, что мы должны еще раз внимательно рассмотреть все подозрения, чтобы найти настоящего виновника. Я хочу отметить, что ситуация действительно запутанная. Может быть, мы должны отложить конкретные обвинения до тех пор, пока у нас не будет больше информации. Нам нужно обратить внимание на все детали и действия остальных игроков, чтобы понять, кто может быть мафиози. Стоит продолжить обсуждение и собрать как можно больше информации. Я голосую за Эмилию. Я голосую за игрока Кай. Я голосую за игрока Эмилия. Голосование закончилось. Игрок Эмилия выбывает из игры. Мирные жители победили. Итого, GPT может играть в игру, но ей нужно постоянно напоминать, что ей нужно делать и что она уже сделала. Желательно, чтобы каждый игрок не был одной нейросетью, а как бы группой нейросетей, которые друг друга корректируют. Под разными нейросетями я на самом деле тут подразумеваю одну и ту же GPT, просто с разными входящими данными. И вообще, для начала хотел использовать эту нейросеть для какой-нибудь более сложной игры. Но для начала, чтобы научиться ей пользоваться, выбрал мафию. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, напишите, какое продолжение вы хотите увидеть и кого из блогеров, которые участвовали в этом видео, вы узнали. Также подписывайтесь на телеграм, бусти и в общем, всем пока. Я хочу убить Александра. Я хочу убить Эмилию. Я хочу убить Александра. Я хочу убить Эмилию. Я хочу убить игрока Александра. Я хочу убить Эмилию. Нейросеть сделала ошибку. Субтитры сделал DimaTorzok